Чуть больше года граждане России въезжают на территорию Украины только за грандпаспортами и специальным приглашением, заверенным у нотариуса. Но с 1 января этот порядок меняется. С 1 сечня эта система уже начнет свою работу 100%. На данный момент обовязковому знятю отбытков пальцев, обовязковой фиксации биометричных данных, подлагает граждане 70 страны мира, среди таких и Российская Федерация. Биометрические данные не снимают с детей возрастом до 18 лет из первых лиц государства. Все остальные должны на границе предоставить свои отбытки пальцев, если нет биометрического паспорта. Данные будут сохраняться в базе данных. На первом въезде в Украину особа будет оставить отбытки 5 пальцев. 4 пальцев и плюс 1. При наступных перетинах система уже будет идентифицировать особу и особа будет оставить только отбытки 4 пальцев. О нововведениях, пересекающим границу, сообщают на месте. Узнав о нововведениях, большинство воспринимают их спокойно. Но некоторые совсем не понимают, зачем нужно усложнять и так долгую процедуру. Это просто наши народы ссорят, специально нам вводят ограничения. Для россиян сейчас ввели, значит, надо заезжать обязательно, чтобы у тебя было приглашение. Теперь биометрические паспорта. Потом еще придет какой-нибудь новый правитель и скажет, давайте сделаем визовый режим. Но есть и те, кто к нововведениям относится с пониманием. Говорят, так лучше и для безопасности, и для ускорения процедуры прохождения границы. Правда, в основном это говорят те, кто пересекает границу на своем автомобиле и кто привык пользоваться биометрическим паспортом при посещении Европы. Ольга Каличенко, Евгений Крементьев. Настоящее время. Харьковская область.